Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам отзыв и обзор книги Вячеслава Летуновского «Менеджмент по Суворову. Наука побеждать». Автор Вячеслав Владимирович Летуновский, кандидат в психологических наук, тренер, консультант и коуч. Руководитель школы корпоративного тренинга, преподаватель нескольких курсов MBA. 15 лет успешной работы с персоналом в отечественных и иностранных компаниях. Автор более 50 учебных программ. Суворов сумел создать уникальную корпоративную культуру, особое отношение к дисциплине, обязательствам, обучению. Сложно найти в нашей истории столь же эффективного руководителя, который при этом обладал бы таким высоким моральным авторитетом. Рассмотрим аннотацию к книге. Автор предлагает уникальную методику обучения руководителей, основанную на принципах прославленного русского полководца Александра Васильевича Суворова. По мнению автора, на базе суворовской науки «Побеждать» можно создать в компании новую управленческую и деловую культуру, тесно связанную с национальными корнями, а значит более стабильную и устойчивую к внешним воздействиям. Глазомер, то есть адекватная оценка ситуации, быстрота, натиск, умение задействовать небольшую группу людей, выполнять грандиозные задачи, обучение действиям – вот основные принципы, которые позволили Суворову в течение 40 лет выигрывать все свои сражения и которые применимы в условиях поведенческих моделей современного руководителя. Выводы автора подкрепляются примерами современной российской бизнес-практики. Далее я зачитаю содержание книги. К читателям. Предисловие издателя. Предисловие автора к третьему изданию. Наука побеждать. Зачем современному руководителю нужен Суворов? Глава 1. Стратегия победного потока. И на войне, и в бизнесе. Глава 2. Семь суворовских законов войны для бизнеса. Побеждая сперва мыслью, потом делом. Глава 3. Лидерский стиль Суворова. Слуга царю, отец солдатам. Глава 4. Управленческая система. Облик полководца и черты характера. Глава 5. Глазомер по-суворовски. Как научиться никогда не ошибаться. Глава 6. Продумывание перспективных сценариев. Принципы сценарного мышления. Глава 7. Постановка задач. Так, чтобы выполнили. Глава 8. Действие. Быстрота и настойчивость. Или по-суворовски натиск. Глава 9. Оценка результатов. Так называемый разбор полетов. Глава 10. Так учил Суворов. Чтобы научились. Глава 11. Культура победы. Как побеждать всегда. Глава 12. За что любили Суворова. Так любили, что готовы были жизнь за него отдать. Глава 13. Распределение властных полномочий или геометрия духа. О божьей планиде Суворова. Глава 14. Психология управления. Сто процентная управляемость. Заключение. Кейсы. Приложения. Об авторе. Литература. Как я уже выше сказал, Вячеслав Литуновский позиционирует себя как тренер и коуч, который приходит в какую-то компанию, в которой есть какие-то проблемы с управлением персоналом и внедряет туда какие-то свои новые методики. И он решил взять Суворовскую науку побеждать и приспособить ее к управлению персоналом. К его развитию и совершенствованию навыков этого персонала. В современных тенденциях управления предприятием и персоналом прослеживаются такие зависимости, как, например, делать так, чтобы один человек выполнял как можно больше работы в единицу времени. То есть этого человека либо нужно подбирать под ту задачу, которую нужно выполнить и нанимать нового человека на работу, который может выполнить эту задачу, либо обучать тех людей, которые работают на предприятии. Новым методикам работы, более прогрессивным, более эффективным, которые позволяют экономить время на выполнение той работы, которая поручена. Это современные тенденции в управлении, в менеджменте и так далее. И автор стремится к тому, чтобы приспособить и помирить вот эти современные тенденции и как бы обосновать эти тенденции на основе науки побеждать Суворова. И приводит в связке те примеры, которые он рассматривал как бизнес-кейсы при обучении персонала на предприятиях, которые он консультировал, и рассматривает те военные кейсы, которые были у Суворова. И я, скажем, не считаю сейчас остро необходимым приводить цитаты из этой книги. Эта книга достаточно насыщенная. Я ее читал с ручкой в руках, делал закладки на тех местах, которые мне показались интересными. И я покажу лишь только некоторые страницы из этой книги. Например, на странице 43 Летуновский приводит диаграмму, которая связывает общую цель, которую он определяет как победа с точки зрения военной стратегии Суворова. А в конце вот эти все его победы приводят к заделу на перспективу, на будущее. Вот, например. И Летуновский связывает вот эту схему и успехи Суворова, и его подход к ведению военных действий со стратегией развития предприятия. Далее он приводит на основе анализа лидерского стиля Суворова, он приводит вот такую диаграмму. Где описывает лидерский квадрат, так называемый. Подробно останавливаться не будем. Пройдем дальше. В этом видео вы послушали отзыв и обзор книги Вячеслава Летуновского менеджмента по Суворову «Наука побеждать». Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик. В колокольчике все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.